Приветствую вас, друзья и не другие. Несколько лет назад съемочная группа проекта «Важная персона», который эфирился на канале Москва-24, съездила в Грозную. И мы побеседовали с Рамзаном Кадыровым. Непростая это была поездка. Долго его высиживали в его дворце, мучаясь от жажды и голода. Но оно того стоило. Сейчас в новом контексте, когда Рамзан Кадыров фактически артикулирует единственные адекватные дискурсы в отношении так называемой спецоперации, когда он стал ньюсмейкером в условиях войны, каждый фрагмент той беседы, по мне, звучит несколько иначе, но актуально. Глава Чечни Рамзан Кадыров о нелегкой работе губернаторов. Там не то сделал сразу, салам алейкум. Откровенно о своих достижениях. У нас по всем направлениям очень хорошие показатели. И о недоработках. С рэпом у меня не получается. О достойных мужчинах. Чеченец никогда не имеет права допустить подвости. И о мужчине достойного восхищения. Путин абсолютно крысавчик. Рамзан Кадыров. Важная персона. Суббота 20.10. На телеканале Москва 24. А на кого хотите быть похожим? Кроме своего родителей, здесь достаточно по прекрасному этому городу проехаться, чтобы понять, как Рамзан Кадыров чтит память своего отца. Кроме отца, на кого вы хотите быть похожим? Для любого мусульманина, пример для продолжения, кумир, так скажем, все это пророк наш, Аллаху 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 Саляму. И все его, так скажем, разговоры, жизнь его, все, что он делал, это для нас пример. И поэтому каждый хочет соблюдать сунду пророка, Аллаху Аллаху Саляму. А так в жизни, там, больше мне нравится, как служит для государства, народу президент нашей великой родины, великий президент Владимир Путин. Поэтому вот мы все, что он начинает, все, что он озвучивает, я стараюсь реализовать у нас в республике, регионе, чтобы, так скажем, догонять, догнать его не получится, хотя бы быть похожим чуть-чуть там. По жизни я брал пример с Ахмад Хаджи. Это известно, да. И, так скажем, закончил я несколько, можно сказать, институтов. Я помню ваше интервью с ним, и вот он просто в открытую говорил, что вы его смущаете. Ну, как бы там. Вот скажите, разве я могу смущать? Вот, да, конечно. Вы очень красивая, эффектная женщина. Конечно, вы можете смущать любого мужчину. Но здесь, наверное, зависит от меня, как я себя поведу в ответ, правильно? Продолжу ли я смущать? В принципе, имелось в виду, что вы должны, придя на интервью к человеку, который человек Востока, скажем так, мусульманин, ну, хотя бы, если не в паранже, но прикрыв шею, руки. Вы, мой вопрос, вы осознанно использовали вот фактор своей сексуальной привлекательности в беседе с таким человеком? Это была практически спонтанная поездка, мы же были с Колесником в этот эпизод. Да, 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 я помню ваш этот проект. Вы долго договаривались, и мы, собственно говоря, на этом интервью с ним познакомились. Мне достаточно в ускоренном режиме искали, естественно, соответствующий наряд. Это нормально. Я, кстати, много писала, вы, наверное, обратили внимание, про Катар. Когда я, собственно говоря, поехала в Катар, я точно так же отдаю себе отчет, что если я хочу разговаривать на профессиональные темы, то я и должна выглядеть, исходя из, скажем так, представления о прекрасном принимающей стороне. Но нашли то, что нашли. Там тоже ничего особенного не было. Было достаточно скромное платье, оно было чуть-чуть здесь декольтировано. Я платье не помню, я помню реакцию Кадырова. Он молодец, вы знаете, вот я хочу вам сказать, что он умеет говорить цитатами, и он умеет привлекать внимание, и он, в отличие от очень многих публичных людей, отдавая себе отчет, что каждое его слово и каждая его фраза может стать цитатой, умеет, как вам сказать, умеет оставить след. Вот интервью было лет сколько, 10 тому назад, а все помнят, как он мне сказал, что я его смущаю. Собственно говоря, ему хотелось, чтобы это интервью запомнили, и его запомнили навсегда. Поэтому это не тот человек, которого, поверьте мне, смущает мою декольте. Он очень сильный, очень умный и очень хорошо умеющий владеть собой руководителем.